сегодня очень два замечательных текста таких и предыдущий тоже очень замечательный хотя это чем от ваговатом то первая песнь как бы не предполагает очень крутых моментов это касается прежде всего общение с верховной личностью бога то есть симон бакова там сына первой песни она предполагает как бы тихий въезд в обитель господа ходить через его лотосные стопы дыхание запаха и когда чатур кумара не только прикоснулись только к толости прикоснулись которые исходили с ног господа Нарайана то они впали в большой экстаз они пришли просто зацепенение и все определенные признаки этих взаимоотношений они проступили на их пчелах и хотя они находятся в начальных этих формах точнее в расе которая предполагает как бы нейтральное взаимоотношение сверховной личности бога ну и тогда они получили такую возможность общения с господом и это проявлялось через бахте прежде всего в расе нейтральных отношений что они просто это запало им сам говорится сердце и после этого они стали медитировать на верховной личности бога не как без личного момента как на верховной личности бога который имеет форму тогда они кричали свою концепцию они поменялись концепция трансформировалась просто хотя они находились предлагали как бы свою гьяну тату господу но даже эта гьяна тату она преобразила их сердца с точки зрения даршина господа точнее даже далекое представление о даршине господа хотя бы та часть какого-то часть господа которое удалось им вдохнуть через ноздри через свои ноздри и получить таким образом концепцию которая полностью поменяла их представления что же говорить о тех преданных которые постоянно общается с господом и имеет постоянный даршин с господом на планетах вайкунха допустим или на высших проявлений вайкунхе на галоке в риндаване это очень удивительно и это это очень редкая драгоценность которая существует в этом материальном мире то есть возобновление своих взаимоотношений с верховной личности бога особенно что касается раса таттва то есть раса таттва как бы отдельная история своих взаимоотношений живого существа с верховной личности бога и духовном мире это постоянно происходит и большинство живых существ живя в духовном мире их там большинство будем просто повторяться потому что память у нас калиюга очень такая узкорозная она очень узкая имеет такой тупиковый период прохождение сознания особенно в калиюгу то что дает чем от бага это просто просто уникальное просто и вот эта уникальность нужно прежде всего ценить ценить то что мы соприкоснулись даже не как чатур кумары даже не как чатур кумары а еще на более высоком уровне и наши наши ачарии по этому поводу очень много говорят очень много написано бактинова токуром последним таким мощным таким оплотом бактин который по сути говоря дал возрождение бакки дал и представил нашу группу группа рампур очень таком самым лучшим 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 виде лучшим светит почему потому что вверена бактинова токура было очень трудно найти вайшнама вообще вверена бактинова токура представить сколько времени прошло с точки зрения времени когда господь щитание махапру приходил сюда на эту землю и возродил как бы всего подачи началась эпоха возрождения начался золотой век просто просто уникально просто просто удивительно просто и времена бактинова токура было трудно очень найти вайшнавы а у нас четыре сам сам продай четыре школы особенно наша гора брахма сам продай она просто уникальна почему потому что считаем а как осветил сами стопами наши горы брахма сам продай он дал я еще не такой удивительный толчок принимать прему большими порциями не просто там чуть-чуть там а просто океан премы понимаете он принес океан премы влил в эту вселенную представляете то есть мы сидим а с нас сверху капает это према накапает понимаете нам только нужно немножко поднять голову то есть тамоса вот все нужно нужно поднять просто голову и все и как в том анекдоте вот так копает две обезьяны сидят одна внизу другая вверху она на тебя вы копыль понимаете копы вот как как это сказать когда если кто-то был на фабриках где консервирует овощи фрукты особенно когда фрукты и когда такой пресс он давит допустим яблоки давит допустим или виноград и с этого пресса выходят виноград знаете потоками сок уже выходит такой уже калорийный такой густой такой вот так вот то же самое мы не видим правда но это капает понимаете вот представьте себе шоу что мед сверху улей допустим или мед он туда сверху и он капает и потихонечку там куп куп она уже как а пламы почему потому что такая вот наше наше положение определенное но надо выходить из этого положения и бага в этом он дает эту возможность особенно в такое время утреннее время в гуне когда гуна благости превалирует и она чем уникальна гуна благости как бы еще повторюсь что она дает возможность установить лучшие взаимоотношения с верховным личностью бога она на таком уровне что она дает эту возможность устанавливать связь то есть когда мы постоянно утром устанавливаем связь богом до утром в это время это очень благоприятно почему потому что сама обстановка сама обстановка гуны благости она предполагает что человек остановится и начинает думать о боге почему что-то естественное отношение живут часа с верховным личностью бога то есть наше положение души она очень естественно наши отношения с Богом, оно не очень естественное. Стоит вопрос, почему так, почему мы не видим это? Потому что мы огорожены вот этим ложным эгом. Это подобно тому, как мы едем в машине с затемненными стеклами, допустим, да? Если мы видим, сидя в машине, мы видим, очень хорошо обстановку видим, да? Улицы, как двигаются пешеходы. А тот, кто смотрит на нас, он ничего не увидит. Чтобы понимание было определенное. Так же самое и мы вот этим эгом огорожены, мы не видим. Господа, который даже находится в нашем сердце, мы не видим это. Поэтому мы должны принимать попытки и Багавата, и утреннее чтение, слушание чтения Багавата, оно дает такую возможность увидеть Господа. И Баги это естественное движение в сторону Господа. Это естественно. Почему? Потому что и обратная связь, она еще более глубокая на самом деле. Она более глубокая связь. И когда мы начинаем создавать эту связь, мы начинаем видеть вот эти потоки. Вначале мы капельки видим, премы видим. Потом видим реки, премы. Ну я так, скачу немножко. И потом мы видим самый океан, который просто заливает нас. И мы сидим, мы плаваем в этом. Поэтому святое имя Господа, в Кали-Югу, оно дает такую возможность. Повторение таких имен, как Кришна, Рада, Говинда и другие имена Господа. Итак, давайте будем практиковать. Субтитры создавал DimaTorzok Мадхава, жая кунжа бихари Радха, 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 мадхава, жая кунжа бихари Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Восемь их основных. И только в кунжах, Рада Кунда и Щяма Кунжа, они там присутствуют. Потом народ начинает набираться еще больше. Когда проявляется танцы расы, проявляется весной или осенью. Там уже толпы гопи в этих танцах расах участвуют. Представляете? Все в кругу, по кругу. Это как русские хороводы. Откуда русские хороводы? Вот они оттуда пошли, от кола. Оттуда все пошли. Опа, и поехали. Понимаете? С притопом, прихлопом. Это все оттуда идет. Оттуда, с духовного мира, с Галоккой Вриндавной, Глокера Прямодана, Харинама, Санкиртана. Оттуда мед, оттуда радость, оттуда счастье. Оттуда самое лучшее взаимоотношение. Все кругом, вот так все кружится. И Шиман Бхагава, это проявление этого Бхагавана, который восседает на троне ума своего преданного, на сердце, лодкном сердце его преданного. И мы будем об этом говорить. И об этом говорит 18-19 глава, и предыдущая 17-я глава, и 16-я глава об этом говорит, когда Нарада, он увидел божественный облик Шимасундары. Там говорится Кришна, он увидел облик Кришны. Будьте здоровы, правда? И когда, тоже вот прошлый преданный задал один вопрос, как достичь гуны благости? Я ему не до конца ответил, но я хотел как бы с опережением ему ответить. И как бы в дополнение к тому, я тоже поразмышлял над этим еще, как бы еще, что на самом деле, когда мы произносим OM NAMO BAGAVATE VASUDE VAIYAM 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 То есть, находясь уже в гуне благости, представляете? Уже находясь в гуне благости, мы когда произносим OM NAMO BAGAVATE VASUDE VAIYAM, мы поднимаем уровень нашего сознания до уровня сознания Кришны. Вы понимаете? Уже прозносил OM NAMO BAGAVATE VASUDE VAIYAM мы уже на уровне VASUDEVY, на уровне сознания. Вот в этот момент, в этот момент, в нашей медитации, мы находимся на этот уровень. Вы представляете? Сумасшедшая весна! Сумасшедшая! Сумасшедшая! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Сумасшедшая весна! Вы представляете? И эту сумасшедшую весну принес в Сичайтане Махабрабху в своей сияющей золотой форме из-за внутренних трех местах, которые хотели для Щяма Сундары. Кто такой Щяма Сундара? Он же есть! Щяма Сундара – это Кришна, который сверкает своим великолепием, из которого исходит сияние, подобно миллионам лун, это сияние, миллионам-миллионам солнца, все одновременно. Вы представляете? Сумасшедшая весна! Ну, просто сумасшедшая весна! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Итак, мы продолжаем Бхагаватам. Продолжение следует... Итак, 18-19 цикл, правильно, да? Замечательно. Рупам, Бхагаватаха, Ят, Тат, Манах, Манаха, Кантам, Шуча, Апахам, Апашян, Сахаса, Сахаса, Уттастхе, Вайклавят, Дурманаха, Ива. Рупам, Бхагаватаха, Ят, Тат, Манах, Кантам, Шуча, Апахян, Сахаса, Сахаса, Ива. Вайклавья дурмана и ва. Рупам бхагавата о ятан. Манах кантам шуча пахам. Абашьям сахоста стхаске. Вайклавья дурмана и ва. Рупам бхагавата о ятан. Манах кантам шуча пахам. Абашьям сахоста стхаске. Вайклавья дурмана и ва. Пожалуйста. Рупам бхагавата о ятан. Манах кантам шуча пахам. Манах кантам шуча пахам. Абашьям сахоста стхе. Ваашьям сахо сат патаске. Вайклавья дурмана и ва. Вайклавья дурмана и ва. Рупам бхагавата о ятан. Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам Апаш-ян-сахастастхи Апаш-ян-сахо-сатапатастхи Вайклавья-дурмана-ива Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам Апаш-ян-сахастастхи Вайклавья-дурмана-ива Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам Апаш-ян-сахастастхи Апаш-ян-сахастастхи Вайклавья-дурмана-ива Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам Апаш-ян-сахастастхи Вайклавья-дурмана-ива Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам Апаш-ян-сахастастхи Вайклавья-дурмана-ива Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам Апаш-ян-сахастастхи Вайклавья-дурмана-ива-м Рупам-бхагавато-я-танн Монах-кантам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-пахам-шуча-п Внезапно у тоске скачил, вайклавят, взволнованный, дурманага, потеряв желание, и ва, как если бы. Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняя все противоречия в мыслях. Потеряв этот образ из виду, я в смятение скачил, как человек, лишившись самого желанного. Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Потеряв этот образ из виду, я в смятение скачил, как человек, лишившись самого желанного. Страшно, просто страшно. Сумасшедшая. Комментарии. Нара Дамуни на своем опыте убедился, что Господь имеет форму, но ее форма совершенно отлична от форм, воспринимавшими материальными чувствами. В течение всей нашей жизни мы наблюдаем различные формы материального мира, но ни одна из них не способна удовлетворить наш ум и не может принести ему спокойствие. Не может, не может, не может. Таким особым свойствами обладает только трансцендентная форма Господа. И тому, кто хоть раз увидел ее, ничто другое уже не может принести удовлетворение. Ни одна из форм материального мира не способна удовлетворить того, кто видел Господа. Удовлетворение о том, что Господь не имеет формы или безличен, означает, что его форма не имеет ничего общего с материальной формой. То есть, то, что он не является какой-то материальной личностью. По своей природе мы духовные существа, находящиеся в вечных взаимоотношениях с трансцендентной формой Господа. В вечных взаимоотношениях с трансцендентной формой Господа. Поэтому жизнь за жизнью мы ищем ее. Жизнь за жизнью мы ищем ее. И ни одна из форм утоляющих материальный голод не приносит нам удовлетворения. Вот наше неудовлетворение. Мы не можем найти эту удовлетворяющую вечную форму Господа-щихари. Утоляющий материальный голод не приносит нам удовлетворения. Нарада Муни, народа Муни – это слово «герой», народный герой, да, народ, да, народный гласитель наших дум и чаяний. Нарада, народный. «Лишь мгновение созерцал трансцендентный образ». Лишь мгновение, то есть вообще мгновение, даже не доли секунды, какое-то мгновение. Созерцал трансцендентный образ. Но, потеряв его из виду, в смятение вскочил. Чтобы найти его, народа Муни обрел то, что мы ищем жизнь за жизнью. И снова потерять Господа и езду, конечно, это было для него самым сильным потрясением. Особенно слово «потрясением» оно здесь очень удачно. То есть, образ Господа просто потряс его. Это подобно тому, как кто-нибудь попадал под землетрясение. Кто-нибудь из вас. О, попадали. Можете себе представить? Елгул идет. Шатает, понимаете? Из стороны, земля тут трещит. Кто видит, конечно. К тому посчастливилось. Господу помолимся, да? И не знаю, что... То есть, вы теряете устойчивость. Вы знаете, что происходит? Испух. Потеря памяти. Вы не знаете, что хвататься. Земля под ногами ходит ходуном. То, что вы привыкли, обычно для вас теряет всякий смысл. Вы не знаете, испух. Потеря памяти. Куда бежать? За что хвататься? Потрясение. Увидел Господа и его потрясло. И наше очарение описано. Мы будем сегодня попытаемся об этом, как бы, сказать так, каким-то образом, чтобы было правильное представление о том, что происходит с преданным, когда он встречает трансцендентный образ Верховной Личности Бога. Даже образ, который мы видим перед собой, он уже нас сотрясает на самом деле. Хотя это материальная форма. Там Господь присутствует в этой материальной форме. Но даже она, эта материальная форма, нашим и даже нынешним глазами, она сотрясает нас. Мы вглядываемся, у нас какие-то чувства начинают возникать. А что говорить? Трансцендентный форма Господа, который зашел на сердце и в уме щенарада муни. Следующий текст. Продолжение. Продолжение пролая. Потрясение. Нарада муни. Ди крик шуста, тагам, буяга, пранидгая мано хриди мано. Викша мано пи на па шьям. Ави трепта и ва турага. Я хотел вновь увидеть эту трансцендентную форму Господа. Ди дрик шуу. Желал видеть. Я хотел, я желал вновь увидеть. То есть желать. Слово вожделение на самом деле. Вожжелать. Вожжелать. То есть вожделение это естественно наше состояние на самом деле. То есть зрение трансцендентности. Это наше естественное желание на самом деле. Вожжелать. Трансцендентную форму Господа. Но здесь она трансформируется через мая, через ложное эго. И это ложное эго нам диктует вот эти материальные желания. Это называется вожделение. Материальное вожделение. И мы ничего не можем с этим поделать на самом деле. Моя, она сильна, очень крепка. И границы ее тверды. В материальном смысле. Она потрясает нашу душу. Потрясает через ложное эго. Потрясает наше тело. А мы обосновлены этим телом. Мы думаем, что это принимаем свою душу за наше тело. И это потрясает наше тело. И тонкое тело. В форме ума и чувств. И она себя трясет. Мы думаем, что труба дело. А наша душа из полной вечности, знания и блаженства. Наша душа из полной вечности, знания и блаженства. Но, несмотря на все мои старания, царитутся на сердце. И горячее желание снова увидеть ее. То есть, эту трансцендентную форму. Я не смог сделать этого. Я не смог сделать этого. Разочарованный. Разочарованный. И тут запятая стоит. То есть, зрение пунктуации, запятая это повышение тона. Это читается так. Разочарованный. Так нужно слышать. Разочарованный. То есть, разочарование на фоне эмоций. Духовных эмоций. Щенарды. Я почувствовал себя очень несчастным. Я почувствовал себя очень несчастным. И Шила Прабхупада дает очень такой понимающий комментарий. Те комментарии Шила Прабхупада, они просто уникальны просто. Нет такого механического метода, с помощью которого можно было увидеть форму Господа. Это целиком зависит от беспричинной милости Господа. То есть, то, чем мы занимаемся на самом деле, мы должны понять, что мы зависим не от механики, а мы зависим от самого Господа, который тоже предлагает нам определенную механику. Но когда Он предлагает, мы должны следовать этой механике. Мы не можем потребовать от Господа предстать перед нашим взором. Мы не можем потребовать от Господа. В нашем состоянии, в материальном состоянии, мы не можем потребовать от Господа предстать перед нашим взором. Как не можем потребовать от Солнца зайти, когда нам того захочется. захочется. Вот мы проснулись, перевернулись, глаза открыли. Где мы? До этого времени наш ум путался в сновидениях различных, находясь в тамосе, в глубоком тамосе, в лучшем случае. И открываем глаза, и тут смотрим солнце, свет, ищем от Багавата. Это вообще тумач полный. Солнце восходит по собственной воле, так и Господь являет себя, когда Ему угодно, по своей важный момент, написано с большой буквы на самом деле, беспричиной милости. Эта беспричина милости на самом деле пронизывает Багдет. И наше взаимоотношение с Верховной Личностью Бога, Его беспричинная милость пронизывает почему мы к Нему снова возвращаемся, потому что Он своей беспричинной милостью пронизывает наше взаимоотношение с Ним. Нужно просто ждать этого благоприятного момента. Нужно ждать. И тут кроется очень много очень глубоких философских моментов нашего Гуда Брахма Сампадави, философии очинча-анчинча-беда-беда-таттвы. Нужно просто ждать этого благоприятного момента, хотя все на поверхности. И продолжать важный для нас момент продолжать выполнять предписанные обязанности в преданном служении Господу, которые описаны Гуру, Садму и Шастрами. Гуру, Садму, Шастрами. Это как прицел на винтовке, на снайперской винтовке. Вот мы смотрим вот эти три вещи. Гуру, Садму и Шастре. Три вещи. Сопоставляем. Гуру, Садму, Шастре. Гуру, Садму, Шастре. Гуру, Садму, Шастре. Гуру, помните? Сегодня же 9 мая. Гуру, Садму, Шастре. Гуру, Садму, Шастре. Понимаете? Речевки надо бросать. За чего? Чтобы она тут утвердилась. Такитила к нас тоже. Гуру, Садму, Шастре. Раз, два, три. Треугольничек такой, а? С помощью народа Муни думал, что снова может увидеть Господь с помощью механического метода, применяя который он при первой же попытке достиг успеха. При первой же попытке достиг успеха. Но как он не старался, он не смог добиться этого. Это тоже очень важный момент. Он при первой же попытке достиг успеха. Потому что не просто так достиг успеха. Когда Шинарада он получил Даршан Веданта, Ведантистов, а точнее преданных Господа Хари, то есть преданных Уттамадгихари он получил Даршан на самом деле. До этого он уже умел контролировать свои чувства. То есть Нарада Муни уже в пятилетнем возрасте умел контролировать свои чувства. И он находился на уровне сознания Васу Дэви. Если брать в точечении социальных позиций, то он был Браманом самого высокого уровня. То есть Браман самый высокий уровень называется Риши или Маха Риши. Слыхали такое, да? Риши, Маха Риши. То есть Риши, уровень Брамана Риши, Маха Риши это Брама, который умеет контролировать свои чувства. Но как он не старался, он не смог добиться этого. Господь полностью освободен от каких-либо обязательств. Тоже очень уникально. Свобода. Вот это есть на самом деле полная демократия. Полная свобода этих взаимоотношений. И его можно связать лишь узами беспримесной преданности. Его нельзя не увидеть, не ощутить с помощью материальных чувств. Когда ему угодно, он может предстать перед взором преданного, он может предстать перед взором преданного, удовлетворенный его искренними стараниями преданно служить ему, полностью полагаясь на милость Господа. Вообще уникально. Трансцентрентная форма Господа по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Потеряя этот образ из виду, я в смятение вскочил, как человек лишь самого желанного. Я хотел вновь увидеть эту трансцентрентную форму Господа, но несмотря на все мои старания, соответствующие на сердце и горячее желание снова увидеть ее, я не смог этого сделать. Разочарованный я почувствовал себя очень несчастным. Разочарованный я почувствовал себя очень несчастным. Ван Дэши Кришна Чайтанья Нитянанда Саходи Тау Куда дал Пушпа Ван Тау Читрау Шандау Тамону Дау Твамева Мата Чапита Твамева Твамева Бангучка Шака Твамева Твамева Ведя Дравинам Твамева Твамева Сарвам Мамадева Дивам Гуру Брахма Гуру Вишнур Гуру Дева Махешварам Гуру Дева Парам Брахма Тасмайши Гуровэ Намагам Намастэ Гуру Девая Сарва Сидги Прадайне Сараман Галурпая Сарванан Давинайне Ада Самук Тасам Сактим Сакисан Ганиваси Ним Тамахам Садатам Ванде Гуру Парам Саким Ванде Гуру Падад Ван Ван Бх Таврин Дасам Витам Шичай Таня Прабху Ванде Нитянан Даса Ходитам Шинан Данан Данам Ванде Радика Чарана Двоям Гопи Джана Сама Юг Там Врин Давана Ман Харам Ванде Хам Шигу Рах Ши Тапада Камалам Шигу Рам Вайш Ши Рупам Саграджанам Сакагана Рагу Натан Витам Там Садживам Садвайтам Савабутам Приджина Сахита Кришна Чайтанья Дэвам Ширадха Кришна Падас Сахагана Лалиташ Вишикам Витам Ча Ван Дагу Ру Иша Бх Тан Ишан Ишав Атаракан Тат Пракашам Шат Чак Чак Кришна Чайтанья Самодж Накам Чак Шур Мит А Яна Тас Май Ши Гу Рав Нам 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 Вишну Падая Кришна Придж Тат Сим Ати Бхакти Витам Та Свам Ити Нам Нам Сте Сар Сват Дэви Гу Рав Ани Прочар Нэ Нервиш Шаш Уни Ав Ди Па Щет Аде Шат Ари Нэ Нам Вишну Падая Кришна Придж Тат Путалэ Щи Мати Бхакти Сидхан Та Свар Сват Ити Нам Нэ Ши Вар Шаб Ана Ви Дэви Дай Та Крип Аб Дай Ши Кришна Сам Бхан Гав Вигнане Дай Прабхав Нам Маг Мад Ру Жвала Примад Ши Рупан Ног Бхакти Ши Гар Крак Шак Ти Трап Вар Ари Тэ Нам Сте Гуровани Ши Мур Та Дина Тар Рупан Гав Вир Та Пас Сидхан Та Дван Тах Ари Нам Грюки Шар Сах Шат Вар Гим Мур Та Вип Пролом Бхар Свободы Падам Будж Тэ Нам Граб Бум Меш Та Мнедэ Шта Сад Джан Апри Сар Пам Вай Шнав Джаган Тх Тэ Нам Ан Ча Панчатататакам Кришнам Бхатарупа Сварупакам Бхатаватарам Бхатакям Намами Бхаташактикам Джейта Сарата Пангур Мамамандам Атергати Мацар Вась Ападам Буджам Модана Мохана Мохана Девят Вриндар Някал Падру Мадра Шимадрад Награ Симхас Настал Шимадрада Шилаговин Дэвал Прэш Талеби Севьяна Усмарами Шиман Раса Расар Рамбив Вам Шивата Татасхита Каршан Вен Урсван Иргопир Гопинад Ха Иши Истуна Кришна Чайтан Прабху Нитянанда Ши Адвай Тагадат Хараши Васаде Гор Бхатавринда Хри Кришна Хри Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Ван Дэши Кришна Чайтан Нитян Сах Хари Годал Пуш Павантав Читрав Шандав Тамон Удау Самит Дхая Дашан Тринам Вибу Прартх Е Враджа Махен Дранан Данан Асту Мох Натав Тивала Бхан Джан Маджан Ман Иш Вари При Я Самит Дхая Дашан Тринам Вибу Прартх Е Враджам Мах Дранан До Нат Аст Мох Нат И В Ал Об Что А там Читрав Маджан Ман Иш Читрав Бх Kita Дашis Ман Иш Пр Джан Маджан Ман Иш Чит Чит spies Чит Kenn nh Вари Чандидаса Пандида, Господь Чичайтанья Махапрабхум, находясь в Джаганадхапури, частенько эти стихи воспевал. Кто хочет познакомиться с поэзией Чандидаса, ознакомьтесь. Сам Господь Чайтанья Махапрабхум принимал эти стихи и всегда их пел. Чандидаса. Итак, трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума. И мгновенно устраняет все противоречия в мыслях, потеряя этот образ из виду. Я в смятении вскочил, как человек, лишившийся самого желанного. Я хотел снова увидеть эту трансцендентную форму Господа. Но, несмотря на все мои старания, сосредоточиться на сердце и горячее желание снова увидеть ее. Я не смог этого сделать. Разочарованный. Я почувствовал себя очень несчастным. Как трансцендентная форма Господа. Шестнадцатый стих. Я хочу... Момент. Как только я стал медитировать на лотосной стопы личности Господа Бога, то есть на них свой ум преображен в трансцендентную любовь, слезы потеклись в моих глаз. И личность Бога, Шри Кришна, тоже явилась на лотосе моего сердца. То есть система йоги, особенно касается гьяна йоги, она предпочитает медитацию через пранаяму особенно. То есть когда все потоки, они должны прочищаться, очищая организм, очищая это материальное тело, эти потоки приводят в сердце живого существа. А в сердце находится параматма. Сфера душа. Она находится в сердце. А проявление параматмы – это проявление личности Бога. Его трансцендентной формы. И это как бы механический способ, он дает определенные успехи. Когда человек, он занимается, допустим, пранаямой, гьяной йоги, они постоянно обычно этим занимаются. И таким образом можно увидеть определенного эффекта, видеть объект. Когда мы говорим о верховной личности Бога, мы имеем это. То есть почему? Потому что мы занимаемся бхакти-йогой, мы занимаемся. Другие объекты тоже можно увидеть, согласно вот этой практике. Когда все чувства, они очищаются через воздух, через прану. И дозыкается совершенство, то есть умиротворение. То есть все потоки, которые бушуют в нашем теле, а тело наше – это проявление космического, это проявление пуруши, вселенского пуруши. То есть одна тоже, одна из нематериальных форм, на самом деле. Хотя внешне-то выглядит как материально. Йог делает то же самое, что и происходит с пурушей. То есть мы начинаем, то есть происходит умиротворение. И народа, зная этот метод, он в силу эту глубокую медитацию, сосредоточив свою душу на сердце. Почему что он знает, что в сердце находится верховная личность Бога. Он получил эти знания от тех преданных, с которыми он общался, только он получил эту милость в форме просады, в форме общения, наставлений. То есть он получил наставления не просто преданных высшей категории. Это уттамадгикари. Представляете, постоянно общаться с уттамадгикари, получить такое в пятилетнем возрасте. Это просто уникальное просто. То есть мы тоже, мы должны стремиться к этому. Искать, найти и не сдаваться. Искать, найти и не сдаваться. Искать, найти и не сдаваться. Говорится, что эта форма сама по себе удовлетворяет все желания ума. А где находится ум? Где находится ум? Вы же йоги, даже знать, где находится ум. Где находится ум? Где он находится? Детство, детство, детство. В сердце у нас. Помните? Да, в сердце. Да, да. Мы же йоги. Уже ты знаешь, что в сердце находится, не в голове. Интеллект – это отражение. Все находится здесь, в душе, в сердце находится. Еще ум, говорят, читта. Чита. Сачитананда. Сачитананда. Чтобы вспомнить. Обозначение читта, оно имеет как бы дало значение ум и сердце. То есть, он указывает, что все находится в одном месте, на самом деле. Здесь. В сердце находится. В сердце у нас находится. И там, на Радамуне, он там, смотрите, свое сознание. Знание, которое к этому же времени было достаточно высокое. Он был освобожден уже душой, был уже на самом деле. Мгновенно. Как наблюдаешь? Что это за форма? И наши ачарьи говорят об этом. О форме Господа. И говорят о практике преданного служения. Когда это происходит? И много можно говорить, говорить, и не останавливается. Шила Вишна, Чакраварти, Тхакур. Я был на нашем месте, в связи с нашей темой, вот Мадури Кадамбини. Ознакомился. Вчера в выиске он. У меня две книжечки есть такие, где-то. И вот одну, в каком-то месте, что там еще. Незаконченный ремонт. Снова еще. Мадури Кадамбини. Облако Нектара. Шила Вишна, Чакраварти, Тхакур. А после этого придите, возьмите и получите нектар. Мы с ним тоже об этом поговорим. Да. Мадури Кадамбини. Назовется облако Нектара. То есть то, с чем мы начинали. С облака Нектара, который висит над нами. Не в той яме, в той яме, в которой мы находимся, это понятно. И не тот мед. Материал. Нет. Это облако Нектара, совсем другой. Это Нектар. Божественный Нектар, который называется према. Итак, как происходит, когда преданный искренне в своих желаниях увидеть Господа, это может к нему прийти. Но здесь Шила Прабхупада указывает в своих комментариях, что механическим способом это невозможно достигнуть. Значит, были какие-то другие вещи, которые способствовали народе увидеть трансцендентный облик Господа Хари. И говорится, что Верховная Личность Бога, Щекришна, он увидел, Щекришну, тут же явился на лотосе моего сердца. На лотосе моего сердца. На самом деле, именно там появляется Господь. Когда мы занимаемся садданной бахтией, то в процессе нашего преданного служения, в процессе нашего преданного служения, наше чувство настолько очищается, что мы способны созерцать свое сознание и в конечном итоге, заканчивая свою практику, увидеть трансцендентный образ Верховной Личности Бога. И говорится, что наше взаимоотношение с Верховной Личностью Бога, оно жиждится на наше взаимоотношение с Духовным Учителем. Это очень важный момент. Только по милости Духовного Учителя возможно увидеть трансцендентную форму Верховной Личности Бога. Очень важный момент. И мы наблюдаем это даже здесь, в Шимадбхагавата. Потому что не просто народа, он увидел трансцендентный образ по своему желанию. Это было благословение тех преданных, которых он получил Даршин. Понимаете? И когда мы, как говорят гуру саду шасты, когда мы удовлетворяем желание своего Духовного Учителя. А желание Духовного Учителя стоит в чем? Чтобы мы возобновили свое взаимоотношение с Верховной Личностью Бога. Когда это желание происходит? Это желание происходит тогда, когда преданных достигает уровня Бхавы, достигает. То есть, постепенно, занимаясь девятью процессами преданного служения, преданных постепенно, достигая этого уровня, он имеет возможность увидеть трансцендентную форму Господа. Это может быть состояться и раньше на самом деле. А может и позже. Но вот уровень классический стоит в этом. Когда преданных достигает уровня Бхавы, у него есть уникальная возможность установить действительно свое взаимоотношение с Верховной Личностью Бога. И говорится, что эта Бхава, она подобна цветку, распустившему цветку. А према – это уже сад этих цветов, плодов и всего остального, листочков, стеблей. И все, что касается дерева преданного служения, то все расцветает, все имеет форму, запах имеет, прикосновение, звук имеет. И все, что окружает Господа, моментально проявляется на лотосе сердца преданного, где восседает Господь Шикришна или Говинда. Единственное, как Говинда. И Господь именно проявляется в форме, сидит на этом лотосе. То есть лотос в нашем сердце, он так раскрывается. И Господь восседая на нем проявляется, как Радга и Кришна. Затем, Сабанда Пхидея Прайоджина. Недавно мы цитируем вот эти слова. И шлоки, повторяя божества, которые сопутствуют проявлению Сабабли Пхидея Прайоджины. И Радга и Кришна на троне, на этом лотосе не возникает в своем лучшем проявлении. Но мы сейчас говорим о Кришне, о верховной личности Бога. И можем немножко понаблюдать за формой Господа Хари. И эта форма, она всегда проявлена в сердцах Его преданных. Вот одна из баджинов, который говорит следующим образом. Затем, Сабанда Пхидея Прайоджина. 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 Сабанда Пхидея Прайоджина. Сабанда Пхидея Прайоджина. Затем, 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 Сабанда Пхидея Прайоджина. не увидел, то есть мы говорим о том отблеске, то, что мы можем сейчас убить каким-то образом, нашими несовершенными материальными чувствами, эту прекрасную форму Господа Хари. И увидев эту форму, это происходило мгновенно. Итак, Чила Вишенача Кровать, Тихо Кур, говорит об этом, как проявляется, как Господь предстает перед своим преданным, которого посетила большая удача, в сердце которого возникла према, то есть его чистые любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. И первое, что предлагает Господь своему преданному, это свою красоту. Это называется саундария, можете записать. Первое, Господь предстает или предлагает саму преданную красоту своей формы. С чем о сундаре? В форме три банги. Анаизон в трех местах. В верхней, средней и нижней частях тела Господа. Есть такая мудра. Тот, кто поклоняется Божеством Радхе Кришне, он может предложить эту мудру, может предложить Радхе Кришне. Знаете, как это мудро? Придется встать. Трех местах. Раз, два. Она предлагается. Радхе Кришне предлагается. Это, конечно, механическая точка. Чтобы было понятие, чтобы было понимание культуры. Допустим, тех, кто поклоняется, допустим, Божества. То есть, как бы, ты и я, мы одно целое. И мы будем об этом говорить, когда преданную услышать голос Господа. Но сейчас он видит его красоту. То есть, Господь, проявляя свою форму саундаре. Записали, да? Первое. Саундаре. Знакомое для вас слово. Помните, мы с вами говорили. Русское слово. Сударыня барина, барина, сударыня, сударыня. Понимаете, да? Сударыня. Сударь. Судара-бала, шачи-ду-лала, начата шри-хари-кирта-наме. Судара-бала, шачи-ду-лала. Судара-бала, начата шри-хари-кирта-наме. Судара-бала. Судара-бала, обозначает прекрасный. Судара. Судара. Прекрасный. Еще есть бажен у нас. Сударамор. Есть очень прекрасный, очень бажен. если кто-нибудь услышит этот баджан, что-то с чем-то, Сундарамор. Когда-то очень красивый баджан, Сундарамор. И что происходит, когда Господь являет свою красоту? Все чувства начинают проявляться. То есть не просто чувства, не просто материальные чувства, а все трансцендентные чувства начинают проявляться. То есть ум, чувства. И проявляется такое трансцендентное чувство, как зрение. То есть благодаря присутствию и красоте Господа, преданный может лицезреть Господа своими духовными глазами. То есть у души, у дживаатма есть два тела есть. Атма Шарира и Стхула Шарира. Атма Шарира и Стхула Шарира. Атма Шарира – это его духовное тело. А Стхула – это его материальное тело. И вот это зрение, проявляется зрение. Преданное охватывает оцепенение, дрожь. Слезы льются из его глаз от красоты Господа. Стхула Шарира и Стхула Шарира. Есть два тела изначально. Ну как бы, для дживыатмы. Чтобы было понятно. То есть наши духовные чувства начинают просыпаться. И одно из них – это зрение. И мы можем лицезреть Господа. Это то, что увидел Нарада. Мы же читали, правда же ведь? Он лицезрел эту форму. Представляете, что происходило с Нарадой. Его трясло. И со стороны, можно было показаться, что это какие-то странности. Но мы бактой йогой занимаемся. Не просто йогой занимаемся. Мы бактой йогой занимаемся. И преданные, они понимают чувства Нарады. И когда это происходит, что происходит после сады с предным? Он замертво падает от наполнившихся его чувств. Он падает замертво. Представляете, как происходит? насколько эти ручейки когда-то, начиная с веры, со шрадьи, наполнили сердце преданного. Вы представляете? И для того, чтобы оживить сравнение, что это нельзя, это язык наскосный на самом деле, но как-то, хоть какого-то подобия. Чтобы оживить преданного, Господь проявляет, являет свой аромат. Это называется саурабья. Саурабья. Когда Господь проявляет свой аромат, то в преданном проявляется, просыпается обаяние. В преданном проявляется обаяние. И аромат тела Господа наполняет чувства. И он просыпается вот эти, то есть Господь являет себе такие вещи. Это происходит очень мгновенно. Это не происходит, как мы сейчас говорим, как бы растягиваем, в материи растягиваем. Это происходит очень мгновенно, очень насыщенно и очень глубоко. Что потом опять происходит? Снова. Замерз опять. Он не может. Сердце его не выдерживает. Образно говорю. Потому что это писать-то невозможно. Можно каким-то образом. Чтобы было какое-то понимание. И по милости Вячеслава Человеку скажет, мы можем об этом говорить в общении с преданным. Слушай, Хари Катху. И для того, чтобы снова поднять своего преданного на высокую позицию, звучит голос. Нежный, сладкий голос Господа. Это называется Саусвария. Саусвария. Можете записать. Это очень интересно. Саусвария. Эта Саусвария, она как бы являет, то есть просыпает наш слух, слух преданного. То есть чувство. Одно из чувств преданного. Слух. И преданное слышит этот голос. И что говорит Господь в это время своему преданному? Он говорит, что ты самый дорогой для меня. Ты мой преданный. Ты самый дорогой. Ради тебя я явился. Для тебя я явился. И ты теперь явля... И теперь я являюсь твоим слугой. Представляете? Теперь я являюсь твоим слугой. Я ничем не могу отблагодарить тебя. И там идет тирада Господа. где он прославляет своего преданного. И преданное слышит этот голос. Это сладкий, нежный голос Господа. Который еще больше пробуждает чувство преданного. Который еще более и более глубоко погружается в это чувство слуха. Четвертое. Что опять происходит? преданное без чувств падает. Это настолько полно, что он не может от этого стоять. Прэма так вливается в него, что он не может удержать эту прэму. И эти чувства начинают потихоньку просыпаться. Тоже потихоньку. В полной мере. Мгновенно. Представляете? Мгновенно. Это происходит очень быстро. Невозможно за этим проследить. И в зависимости от расы Кришна или Господь или Верховная Личность Бога он касается преданного. Запишем. В зависимости от расы. То есть в каких отношениях нужно назвать раса Татву. В зависимости этого взаимоотношения Господь он касается своего преданного. Называется Сау Ку Сау Кау Марья Сау Кау Марья Сау Кау Марья Сау Кау Марья Он касается своего преданного. В зависимости от расы. Он касается стопами, руками, грудью, стопами, руками, грудью. Допустим, кто находится допустим в отцалий расы он вытирает ладони слезы своего преданного. Он вытирает слезы ладони своей мягкой ладони с лотосной ладонью вытирает слезы кто находится допустим в отцалии расы и просыпается такое чувство как осязание Сау Кау Марья Сау Кау Марья Сау Кау Марья Сау Кау Марья Так это звучит проявляется сезание от соприкосновения тактильные чувства начинают глубоко очень пробуждаться для чего-то для того, чтобы лучшим образом служить верховной личной Боги это происходит то, что Господь нежно касается нежность которая находится в Господе изначальная нежность она переполняет чувство предного и преданность иззает очень глубоко это прикосновение и что опять происходит такие резкие моменты вверх вниз колебания какие это представить все-таки издание материи это когда вы включаете горячую и холодную воду как Кришна погружает чувство своего преданного пробуждаете чувства как он пробуждает чувства в преданное как он погружает наслаждение в эти чувства своего преданного которым он являет свои качества опять от ключ хотя он там все бурлит но он не может это вынести дальше пятое чтобы опять поднять преданного наполнить еще больше он являет свою свою матхурию то есть он являет вкус он являет свою матхурию вкус это продолжение темы так все чувства пробуждены основные да которые мы известны которые каким-то образом здесь перетакаются здесь в этом материальном мире преображаются трансформируются формы материальных чувств и он наполняет вот этот вкус сладостью нектара своей формы и преданное наполняется этой формой приобретая вкус вот очень важный момент наполняясь вкусом он чувствует вкус господа шестое и что происходит снова затем идет шестое седьмое идет шестые и седьмые вещи когда это называется аудария то есть господь проявляет свое великодушие аударью итак мы проследили пробуждение этих чувств в шестой в аударе то есть великодушие господь восседает над умом своего преданного он восседает в уме своего преданного представляете одно из уме своего преданного и что происходит все вот этих пять чувств которые мы с вами говорили они начинают проявляться одновременно представляете все эти чувства начинают проявляться одновременно то было как бы в последовательности было а тут они проявляться одновременно что происходит преданного в это время можете только представить то есть мы немножко пошли чуть-чуть дальше итак что проявляется в нас что проявляется вот пять этих вещей в шестом что проявляется теперь мы видим и слышим что проявляется что проявляется господа что качество господа проявляется первое что с чем мы начинали ну красота красота дальше проявляется аромат его тела второе да третье проявляется голос господа да звук наш Дальше, касание и, пятое, проявление вкуса. Все вот эти пять сразу проявляются. И что происходит с предным? С предным происходят соответствующие выводы, можем сказать. И проявляется, на самом деле, здесь проявляется поток бактера самарита, поэтому мы должны читать бактера самарита сингу или нектар преданного служения. Итак, бактера самарита сингу, то есть океан бактера самарита проявляется полностью в преданном. И это еще не все. В зависимости, конечно, от его отношений с преданным или отношений преданного с Господом, в зависимости от расы. Итак, седьмое, что проявляет Господь, это корунью. Корунью. Это называется сострадание, да, короняя переводится, сострадание. И Господь полностью восседает на сердце своего преданного. Полностью восседает. Сердце своего преданного. Особенно, когда Господь произносил славу своему преданному, особенно здесь, в коруне, Господь говорит своему преданному, что то, что я имею, я не могу держать, я должен с тобой этим поделиться. Все, что есть у меня, оно твое. А все, что твое, это у меня. Тут в этом уже как бы нет различий. Поэтому говорится, что о единстве с Господом. Вот это имеет понимание единства с Господом. То есть, получается так, что и преданные, и чистые преданные Господа, и Господь, они не отличимы друг от друга. В этом суть единства. А родитель в том, что это Господь, а это преданный. Итак, корунья. Господь полностью восседает на сердце своего преданного. И больше оттуда не уходит. Вот очень важный момент. Он больше оттуда не уходит. И где бы преданный не был, Он всегда находится, Господь всегда находится в его сердце. Поэтому на родом уни, он заметался. Вы представляете, в каком положении находился на родом уни? «Потеряв этот образ из виду, я в смятение вскочил, как человек, лишившийся самого желанного. Я хотел вновь увидеть эту трансцендентную форму Господа, но, несмотря на все мои старания, сосредоточиться на сердце и горячее желание снова увидеть ее, я не смог этого сделать. Разочарованный, я почувствовал себя очень несчастным». И, чтобы немножечко эмоций добавить. К этому разочарованию, на самом деле. Дальше, почитайте обязательно дальше, как описывает развитие этих взаимоотношений Вишнадча Краватитхакур. И куда он нас приводит? Тоже очень удивительно. И куда, как вы думаете, куда приводит нас Вишнадча Краватитхакур? Куда приводит своего преданного? А? Куда? Стопамгу. А более точно. Стоп, Господа, очень много. На планетах Вайкунхах, даже здесь, в материальном мире, можно сыскать. Да, он приводит на Галоку. Он приводит своего преданного на Галоку. Во Вриндаван. На йога седир, на мамасту вахшо, вайкун халакепи на парша датвам, премапи насият, и хечет таранту, мамасту в риндавана эволасах. Тарнам джанурья, траяди рече, садбакта чудам, анируд гавапи, викшива мадурья, дурамта да смин, мамасту в риндавана эволасах. Ким те, критам хан, татапокши дити, го пьё пьё бумэсту, ватес макиртим, я найва крешнан, гри паданки тасмин, мамасту в риндавана эволасах. Гопан, галапан, тататайва ятра, я сямра сапурна, таматла мапа, я тораса ваи, сайти шрутистан, там мамасту в риндавана эволасах. Бандира говард, ханарат, хапитхайс, тресима киё джана панчаки нам, и те вибутват, да ми те пичасмин, мамасту в риндавана эволасах. Я драдьи патьям, в ришибану путря, я нодаэт прэма сукан джананам. Ясмин мамаса, балават я та смин, мамасту в риндавана эволасах. Ясмин махараса, вила салила, на прапа мяшрир, аписатта пабих, татролала сан, манджи не кунджа пундже, мамасту в риндавана эволасах. Садару рунянку мухави санкам, келанти куджанти пикали кирах, шикандина янтра, на танти тасмин, мамасту в риндавана эволасах, в риндаванам ашта камэта турчай, подхати янищила видгаэте. Мханди сароджасы вам, сахшат лабанте, джанусу антэва. Что находится в риндаване? Кто находится в риндаване? Итак, Кришна, после того, как Кришна провел свою аударию, Он приглашает в круг своего окружения. Он представляет, кого Он представляет, Кришна? Кого Он начинает представлять? Своих родителей, яшоду маи, нанду бабу, гопи, саки, Во в риндаване водятся олени, черную руру, нянку с ветвистыми рогами, приятно шумят, приятно жужжат шмели, громко кричат попугаи, сладко поют кукушки и танцуют прекрасные павлины. Я всегда хотел жить во в риндаване, пусть же я всегда буду жить во в риндаване. В риндаване, в риндаване, это место любви и гопи. Их чувства, высшее проявление расы. Шрути гласят, расика шахара, щинанда, нандана, является рецитворением расы. Позже я всегда буду жить во в риндаване. Продолжение следует... 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 Но мы же двигаемся в этом направлении, правда же? Мы же видим, что что-то подтверждается в шасте, а что-то не подтверждается. И когда в шасте что-то подтверждается, допустим, саду подтверждается, гуру подтверждается, тут не должно быть сомнений. Раз подтверждение, два подтверждения, три подтверждения. Надо действовать. Что нужно делать? Нажимать на курок. Правда же? И вы действуете согласно этому. И ваши действия, они принесут самый лучший плод. Это будет благоприятно для вашего сознания Кришны. И вы отвергнете неблагоприятное. То, что неблагоприятно для вашего сознания Кришны. Понимаете? Гуру, садву и шастру. Они подтвердили это. Это реальность на самом деле. Эту реальность нужно развивать в своем сознании Кришны. Понимаете? Это сознание нужно развивать в своем сознании Кришны. Почему Нарада Мунин так поступил? Он находился в сознании. Он начал медитировать на трансцендентную форму Господа. Обладая знаниями. Он и шастру знал, и с садву общался, и с гуру. У него было полное представление о том, что он делает, и для чего он это делает. И он достиг совершенства. Мы это видим. В этом мгновении. Для нас, когда мы читаем Бхагава, там это для нас мгновение. И Нарада говорит, что там мгновение, но на самом деле там целый океан. Это по тому тому, как капля нападает в океан. Что происходит с каплей, когда она падает в океан? Да, да, она становится океаном. Все, моментально. И как теперь уйти от этого океана? Никуда. Ты мой дорогой преданник, как говорит Кришна. Ты так дорог мне, что я становлюсь твоим слугой. Я ничем не могу тебя отблагодарить, своего возвышенного слуги. Это Гопи Гитти. Вот почитайте Гопи Гиту. Послушайте. Там такой мотив. Гопи Гиту. Он говорит Гопи, что я ничем не могу вас отблагодарить. Ничем. И то, что мы говорим, это происходит во Вриндаване, когда Кришна покидает Вриндаван. Он внешне как бы покидает Вриндаван, он уходит в Матхуру. И что происходит с Гопи? Они оцепенеют, они ничего не могут сделать. Вот эта печаль, вот Нарада, помните, он печаль. Они полностью покрыты печалью. Все останавливается во Вриндаване. Когда Кришна уходит внешне, то есть в Матхуру уходит, все останавливается на самом деле. То, что бегал и прыгал, оно останавливается. А то, что было в остановке, начинает двигаться. То есть противоположные вещи происходят. Все погружаются. Мама Яшода уже настолько в такой тоске, что паутины покрывают. Ее баджан-кутир. Ничего не моются они. Гопи, они в своих домах, они ничего не могут сделать. Их дети, они остаются без должного проявления. Дети остаются. Они ходят грязные, ну грубо говоря, неумытые. Пища, которая предлагалась Господу в домах Гопи, в доме Ямуни, они просто находятся в таком, в пыльном состоянии. Покрывается пылью. Все без движения. И слезы льются. Вот движение. Это движение слез. Это с точки зрения Бахти, конечно, с точки зрения материи, это кажется, но слезы текут. Ямуна замирает. Только слышат от Ямуны звуки. Кау, 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 кау. Все в печаль погружено. Но это, есть такое понимание, такое выражение, как светлая печаль, да? Ну, хотя бы, хоть чуть-чуть. Это настолько печаль, настолько она возвышена, и настолько в эту печаль погружены Гопи и все представители Вриндавана, что это наполняет такой любовью, такой тоской, хотя в разлуке. И проявление разлуки Господа на самом деле, то, что мы можем видеть в этом даже материальном мире, это проявление Рады и Кришны. Это божество проявления Рады и Кришны. Это показатель на самом деле разлуки. Рады и Кришна. Это проявление разлуки, это проявление вот этой пхавы. А Господь Читания – это проявление радости, когда Кришна и Радха встречаются. Поэтому Господь Читания пришел цвета, говорят, морской волны. Потому что одеяния Радхи, они голубого цвета. А Кришны – одеяние желтого цвета. Питамбара, не ламбара. Не ламбара – это голубой цвет одеяния. Даже она все хочет походить на Кришну, а Кришна по цвету хочет походить на Раду. И в этом проявление разлуки Радхи и Кришны. Это проявление разлуки. Потому что в проявлении этой разлуки душа насыщается трансцендентными вкусами. Она ощущает блаженство на самом деле, хотя внешне это очень дико можно рассмотреться. А внутри там огни полыхают, там жизнь. Сумасадшая весна. А когда Господь Чайтаня приходит, все как бы успокаивается. Но это не совсем так на самом деле. Потому что все подвижно, все находится в движении. Все находится в сознании Кришны. На Галлоке Вриндавана находится все в сознании Кришны, в полной своей представлении. Поэтому мы говорим Галлокера, Прэма, Дана, Харинама, Санкир, Дана. Это и есть гуру, садву, шастры. Это не просто проявление моих каких-то сентиментов. Это на основе гуру, садву и шастры. И этим и отличаются наши сампродаи, наши вайшнавские сампродаи. Что это не просто сентименталисты, а все основывается на очень научном подходе. И не только подходе, но и методах. Это все научно. Кришна говорит, садву говорит, гуру говорит, соблюдай садану. Ваидги Бахти. Потом будет пхава. Пхава будет потом. Вначале, как говорил Кришна Брахме, Господу Брахме. Тапа. Помните голос? Тапа. Тапа. И Брахма сел. Он послушал этот голос. Своего гуру. Своего ачария. Так же сам Ишила Брахмаупада. Чем уникальна его проповедь? Что он ничего не выдумывал. Ничего он не выдумывал. Он строго следовал. Очень важный момент. Для начинающих, преданных. Он строго следовал садву, гуру и шастры. Не на йоту не отходя. Не на йоту. И на самом деле, в этом есть уникальность. Чего проповедей. Есть вся уникальность его проповеди. Но когда мы будем следовать гуру, саду, шастры, не на йоту. Нас ждет победа. День сегодня. Какой? Девятого мая. Май. Знаете, что такое май? Май. Мается. Мается. Но день победы. Понимаете? День победы. Как он выстрадан, этот день победы. Таким преданным выстрадывая. Как это лучше сказать? Он глубоко выстрадан, этот Путима глубоко выстрадан. И тот, кто это прошел, он знает это чувство. Посмотрите на наших ветеранов. Они знают. У них есть этот опыт. День победы. И мы этот день победы должны принести в своих сердцах. И чтобы на этом сердце возрос лотос Господа Хари. В этом наша удача. И оно будет. Это как мгновение на самом деле. Нас кажется с точки зрения материи, что это очень долго, допустим. Одна жизнь, вторая, третья. Для души это мгновение на самом деле. Мы не есть это тело. Мы есть души, которые изначально исполнены вечности, знания и блаженства. Понимаете? Вечности, знания и блаженства. И к этому народу Мудни нас призывает. К вечности, к знанию и блаженству. Гуру, садгу и шастре. Если есть какие-то еще вопросы. После пятого, после того, как все чувства задействовано, что шестое происходит? Происходит так. А, запишите, седьмое происходит. До коронной счастья. Мадхурья. То есть Господь являет вкус. Мадхурья, мадху. Мед. Да, мы говорили? Почему Господь на мадхава? Мадхава рада. Мадхава рада. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Да, полностью, сгусток, буквально все Ну что Вы записали, да? Седьмой, да? Ой, пятый, да? Вкус, матхурия После шестого Коруния, то есть сострадания А, шестой, прошу прощения, аудария То есть ум Да Там, нет, это в пятом А, нет, да, да, все правильно, да В шестом, да В шестом, да Когда все чувства, да Здесь очень важный момент Он восседает на уме Вначале В уме преданного А седьмое В сердце преданного Вначале в уме Который находится здесь, да? Да Вначале Здесь все То есть Концентрация еще более-более сокращается И потом проявляется Конкретно в точке И эта точка тоже называется Шветадвипа В центре Шветадвипы Там такая шестиконечная звезда В центре Шветадвипы И вот в центре находится Божественная щита Щище Радхи Кришны Там Кришна Находится в этой Центре И она обозначается В форме клим В форме клим Есть в русском языке Фамилии климов Не просто так Знаете такие фамилии климов? Да и имя есть такое Имя Клим Это оттуда идет Оттуда Мы Понимаете? Там еще где-то сидит Еще на внешнем выходит Клим Клим Кром Гром Угра Вирам Махавишну Джвалантан Саратом Мукам Мрисим Грабишанам Бадрам Мритю Мритю Намам Мритю Мритю Мамм Грабишанам 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 Мхдм Грабишанам 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 называется Шаранагати не буду дальше идти есть хороший баджан рекомендую, Атма Неведом, прочитайте Бахти Винодхакура Шаранагати то есть полная придача полная придача я зачитаю вам не сам текст, а сам перевод как только я вручил себя твоим лотанцем стопам, меня охватил неписуемый восторг несчастье ушло и нет больше тревог и беспокойств, повсюду лишь радость окружает меня твои стопы источник гектарного бессмертия то место, где можно жить жизнью, свободное от страха и печали наконец-то я обрел здесь покой и избавился от страха мирского существования я буду служить тебе в твоем доме и вместо того, чтобы наслаждаться плодами своего служения буду стремиться приносить удовольствие тебе полностью предавшись твоим лотосным стопам беды и трудности с которыми я столкнулся служа тебе станут для меня источником огромной радости ибо в преданном служении тебе и радость и печаль одинаково ценные и дороги то и другое рассеивает страдания невежества радость наполнишься мой ум с той велика что я совершенно забыл все, что было со мной в прошлом я твой и только твой а ты воистину предъявишь мне чему мне иные сокровища окунаясь в океан блаженства Бхакти Винода посвящает все свои силы служением тебе и живет в твоем доме повинуясь твоим желанием понимаете повинуясь твоим желанием гуру садгу и шасты они указывают на эти желания они указывают на эти желания ну что расстанемся да господа хорошие Харе Кришна приятное спасибо спасибо producto Продолжение следует...